Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и обзор на финальную версию Master of Orion. Буду так на английский манер говорить. Нежданно-негаданно финальная версия вышла, хотя, казалось бы, буквально год назад я шел по берегу Мраморного моря и говорил вам об анонсе. Любопытствующих отправляю в февраль или в март этого года, когда я делал обзор раннего доступа. Заодно можете сравнить мои впечатления. Но сейчас финальная версия. Итак, во-первых, надо четко понимать, что это все-таки ремейк второго Повелителя Ориона. Именно второго, не первого, не третьего, а второго. Причем, почему я делаю именно на этом акцент? Потому что, например, XCOM фераксовский, несмотря на то, что он использует идею, концепцию тех ретро-XCOMов, все-таки, по моему мнению, оригинальная игра. Там много переделано в плане механики, стратегии, тактики и так далее, и так далее. Здесь же практически полностью второй Master of Orion 1990 лохматого года с современной графикой и с некоторыми современными фишками. В этом есть как плюсы, так и минусы. Вот давайте об этом с вами и поговорим. Визуально, по-моему, игра выглядит замечательно. А вот самая большая проблема — это тактический режим. И многие олдфаги, любители того, Master of Orion, конечно, вполне правомерно возмущены тем, что пошаговый тактический режим здесь заменен релтаймом. Более того, в многопользовательской версии даже его нету, там битвы вообще авторасчетом решаются. Да, и этот релтайм, вы понимаете, если вначале как бы им пользуешься, то потом просто хочется его либо на автомат поставить, либо на тот же авторасчет. И по-хорошему, все равно все эти битвы получаются как в том же Сцелларисе. То есть ты за ними наблюдаешь, но особо вмешиваться не можешь. Хотя, если вы вручную управляете, конечно, вы имеете право тут вмешаться и вручную двигать кораблики. Но, не знаю, если будут те, кто серьезно увлечется Master of Orion, там найдет правильное соотношение оружия, брони и прочее, будет действительно тактически как-то действовать в этих ваших космосах, то ему, конечно, этот тактический режим понравится. Но вот мне откровенно через несколько боев просто хочется на автомат ставить. Чего нету там ни в Endless Legend, например, где тоже есть тактические бои, ни даже в той же Might and Magic 7. Просто тактические бои скучноваты. Тем не менее, я понимаю разработчиков, почему они заменили пошаговые тактические бои. Потому что все-таки современные стратегии, они требуют динамики. С другой стороны, возможно, они не совсем верно выбрали путь замены. Потому что из тех тактических боев, которые я видел во множестве пошаговых стратегий, мне лично больше всего, конечно, Endless Legend нравится вариант. Где у вас есть 6 раундов, вы сначала отдаете приказы, потом смотрите их выполнение. И, в принципе, бой получается довольно динамичным. У вас есть полминуты на отдачу приказов, потом это быстро вам проигрывается. И битва даже с большим количеством юнитов проходит максимум минут 5. Что даже позволяет их использовать в мультиплеере. С другой стороны, несмотря на то, что Master of Orion пытается стать динамичным, на самом деле это все та же стратегия старой школы. Старая школа это когда вы выигрываете, когда у вас больше всего городов, больше всего планет. Кто заселил больше планет, тот и победил в этой игре. Так стратегии не делают уже лет 10, но так как это ремейк, то, пожалуйста, наслаждайтесь. Старое доброе бесконечное расползание. Никаких штрафов за количество планет вы не получите, ничего. Главное, как можно больше их заселить. Отсюда у вас будет и население, и золото, и наука. Никаких высоких империй не ждите. Вот это старая школа. Но из-за этого, собственно, не так интересно играть, как в другие стратегии. Тут нету особо стратегического какого-то простора, разнообразия. С другой стороны, несмотря на все это, именно потому, что это вот такая старая школа, и таких стратегий не делают, ну, в Master of Orion и прикольно несколько партий сыграть. Я с удивлением для себя обнаружил, что еще до финального релиза я наиграл в Master of Orion 30, ну, чуть меньше 30 часов. У меня никогда такого не было с играми в раннем доступе. Я скажу, что вот в эту игру постоянно играть не тянет. Но когда вы садитесь в партию, вам хочется ее от начала и до конца сыграть. Действительно, вам почему-то там внутри не особо скучно. С другой стороны, игра пустовата, опять же. Но пустовата как? По сравнению с современными стратегиями. Так как это ремейк того самого Master of Orion, то в тех вещах, которые переделывали, там все нормально. Рассы выглядят разнообразными, даже стратегии игры за них различаются, интерфейс понятен, обучение понятно. И вот, знаете, я, играя вот сейчас после финального релиза, подумал, что эта игра лучше всего подошла бы именно школьникам, как ни странно. Это та стратегия, которая может заинтересовать начинающих любителей пошаговых стратегий в этом жанре. То есть показать Master of Orion там 8-10-летнему пацану, и мне кажется, ему в этой игре будет интересно. Потому что, во-первых, это основы пошаговых стратегий, самое начало, вот это расползание бесконечное, большое количество планет. Во-вторых, визуально очень такая яркая, сочная картинка, разнообразные эти персонажи. А взрослому человеку все-таки скучновато. Невозможно ему вот в Master of Orion быть долгое время. То есть это такой получился нишевый продукт. Мы почему-то ждали вот в Master of Orion какого-то конкуренции Циви или другим пошаговым современным стратегиям. Нет, это абсолютно не про это. Это стратегия старой школы в современной оболочке. Можно, конечно, спорить, надо ли было это делать вообще. По моему мнению, надо. Я люблю, когда старые игры обретают новую жизнь благодаря ремейкам. И единственный тут действительно большой вопрос к разработчикам, это стоило ли делать вот такой тактический бой. Все остальное, по-моему, получилось вполне нормальным. Звездные системы в Master of Orion простейшей заблудиться вы тут не сможете. А вот в современных торговых центрах вполне. Поэтому справочник и карта 2GIS предлагает поэтажный план многих торговых центров в крупных городах страны. Просто нажмите на иконку с человечком в правом нижнем углу экрана приложения. А приложение вы можете скачать на сайте 2GIS.ru совершенно бесплатно под любую платформу. 2GIS, если быть точным. Другое дело, еще раз повторю, рекомендовать всем эту игру я точно не могу. И по-моему, самое лучшее это, если у вас есть сын, ну или, возможно, и дочь. Почему нет? У меня 5% зрителей женского пола. Так вот, если у вас есть отпрыск, которого вы хотите заинтересовать пошаговыми стратегиями, и он не подросток еще, там, знаете, лет 8-12, то покажите ему вот этот новый Master of Orion. С другой стороны, вообще, у игры, которая так долго была в раннем доступе, у которой такой мощный издатель, довольно много всяких проблем. Ну, вылетов, конечно, нету, но у меня периодически картинка притормаживала. Я не понимаю, что вот у такой картинки может притормаживать на современных системах, где в основном все 2D. Тут, наверное, трехмерного изображения-то, может, корабли, если только. Есть всякие мелкие баги, типа, когда нам показывают график развития и перепутаны данные, то есть мне показывают график по очкам, а выбрано, типа, по населению. Такое тоже бывает. Самые большие претензии игроков, конечно, к тактической битве, но тут я уже свое мнение высказал. У них все-таки эта рилтайм-тактика получилась слабоватой и неинтересной. Опять же, по сравнению с современными стратегиями, маловато внутриигрового контента. Особенно, знаете, вот чего у них хватает? Этих всяких квестов, которые там есть в Endless Legend, предположим, в Stellaris и том же. Просто каких-то вот событий. В целе, например, ну, квестов особо нету, конечно, можно сказать, что там есть квесты от городов-государств, типа такого, но там все равно каждый ход что-то происходит. Там кто-то объявил защиту городу-государству, кто-то попытался у вас украдить технологию. Тут, конечно, тоже есть шпионаж. Своя оригинальная, кстати, система шпионажа, не такая, как в том старом Master of Orion, но все равно это как-то местечково и бедновато. Вот нету этого ощущения глобальности. Я, например, играл сейчас на самой большой карте, самым большим количеством соперников, семь можно максимум поставить, и ощущение как от маленькой карты в Stellaris всего лишь. Хотя все равно там и много планет, мне там, не знаю, штук двадцать, наверное, было, задолбался с микроменеджментом в конце игры. Просто вот тем людям, которые знают много пошаговых стратегий, вот этот Master of Orion, он выглядит странновато. То есть спрашивается, зачем мне тратить на него время, если я, наверное, могу пойти в Endless Legends играть, или даже в Might and Magic 7. Да, подтянули сложность, уже не так легко, как в раннем доступе играть. С другой стороны, несмотря на то, что это ремейк, разработчики попытались много новых идей, в сумме. Мне, например, больше всего нравятся вот эти пупсы на клетках. То есть, с одной стороны, как бы упростили микроменеджмент, а другой стороны, есть глубина. Ну, то есть, оригинальная идея. Идея с механикой загрязнений тоже интересная, чтобы вы не занимались постоянно производством. То есть, там так сделано, что если у вас много пупсов сидит на производстве, то у вас увеличивается уровень загрязнения постепенно, и когда он становится больше ста процентов, ваша планета, типа, деградирует до более худшего уровня. Там была она земной, станет пустынной, предположим, вот так. Но тут проблема опять, что это добавило слишком много микроменеджмента. То есть, идея загрязнения интересная, но как-то все-таки не доделано до конца. Когда вот у тебя 20 планет сидеть, это переставлять этих пупсов, немножко, ну, напрягает. Ну, то есть, вторая половина игры вообще уже скучновато становится. Причем это все было понятно еще на раннем доступе, еще когда вот игра первая появилась. Вот эти все механики уже были, они не претерпели никакого изменения к релизу. В общем, получилась в итоге довольно странная игра, но в то время, когда выходит сейчас много больших глобальных пошаговых стратегий, конечно, мало кто будет тратить время на вот этот Master of Orion. И единственная аудитория, еще раз повторю, которой эта игра может прийтись в тему, как мне кажется, вот начинающие, взрослеющие стратеги. Вы мне можете написать в комментариях, давайте им лучше покажем те первые Master of Orion. К сожалению, они им не понравятся. Возможно, я соглашусь, что те ретро Master of Orion получше будут, но современные дети требуют современной картинки и современной динамики. Несколько партий вот в этом Master of Orion, они проведут с удовольствием и, уверен, заинтересуются пошаговыми стратегиями и захотят перейти на новый уровень. Кстати, зашел посмотреть, удивился, что этот Master of Orion за 30 долларов продается. Ну, конечно, его стоило долларов за 10 продавать, то есть это такая переделка, я бы это назвал, то есть как вот третьи герои High Definition Edition продавались, примерно так. В общем, я лично не жалею того времени, которое я провел в Master of Orion. С другой стороны, эта игра не принесла ничего нового, это просто ремейк классики, и в 2016 году, которым выходит много новых оригинальных игр, все-таки тратить время на Master of Orion, Conquer the Stars, немного странновато. На этом все, вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.